Друзья, всем привет! Вы на канале Forest Day. Сегодня у нас будет небольшой и непростой обзор нашей палатки УП-5 от компании-производителя Берег. Поговорим не о сухих цифрах, не о материале тентов и так далее, что вы можете в интернете легко найти, а непосредственно про опыт использования и эксплуатации этой палатки, про то, какие нюансы есть, какие минусы, какие плюсы, стоит ли ее покупать, про то, как мы ее эксплуатируем, а это на секундочку уже второй год. Мы ставили ее сотни раз, проездили с ней более 20 тысяч километров. Нам действительно есть, что вам рассказать, но обо всем по порядку. Начать я предлагаю с габаритных весовых характеристик, потому что одно дело табличное значение, как я уже говорил, другое дело, сколько палатка весит со всей грязью и пылью, которую она насобирала за время эксплуатации, ну а также вместе с колышками, дверью, самим баулом, ну и так далее. Сегодня она весит у нас порядка 31 килограмма. Что касается линейных характеристик, сейчас мы тоже замерим. 125 сантиметров в длину, в самой широкой точке, примерно 57, ну соответственно высоту где-то 32 сантиметра. Конечно, можно ее маленько поплотнее упаковать, но в среднем можете ориентироваться на эти цифры. И давайте приступать непосредственно к установке. Сегодня у нас идеальное условие. Ветер порядка 10-20 метров в секунду с порывами. Здесь у нас пол. Сама палатка. Палатка, скажем, за время своего пользования, конечно же, подразносилась, поэтому в какой-то степени мне будет ее проще ставить, чем новую. С новой у меня были проблемы в одного. Без некоторой подготовки и опыта сделать это сложновато, особенно если вы невысокого роста или если вы хрупкая девушка. Однако есть некоторые хитрости, которые так или иначе помогают эту палатку установить. Ну, я думаю, еще один колышек установлю, и этого хватит. Палатка полуавтоматическая, то есть раскрывается как зонтик. Моя задача, центральную часть, верхнюю, одной рукой поднимать, другой рукой тянуть за установочный штырь. И тем самым палатка будет расходиться, ну, собственно, как зонтик. Так. И тянем теперь вверх. Оба. Не сказать, что я не запыхался немножко. На всякий случай я закреплю заранее грани палатки, потому что ее пытаются сложить ветром, чтобы спокойно продолжить. У нас на реке барашки. Это говорит о том, что ветер свежий. Водномоторники поймут как минимум. Чтобы палатку не унесло, я ее заблаговременно закрепил, еще когда она лежала на земле, по периметру колышками. И тем самым внутри мне не было необходимости тянуть, скажем так, сильно штырь, потому что достаточно было палатку просто поднимать вверх. И за счет того, что колышки прижимают ее к земле, она сама по себе, в общем-то, расправилась. Это действительно очень сильно помогает. Огромное спасибо нашему подписчику за такой качественный совет. Если ставить палатку в безветренную погоду, то, в принципе, имея некоторый опыт и сноровку, она ставится в одного без каких-то больших проблем. Единственное, что первое время после покупки, когда механизмы достаточно жесткие, ее действительно очень сложно поставить одному. Но палатка все-таки пятиместная, вдвоем, троем и уж тем более в пятером. Я думаю, никаких проблем ни у кого с установкой не возникнет. Итак, друзья, для вас прошла всего секунда, для нас прошли уже целые сутки. Палатка стоит укомплектованная мебелью, стоит печка. Самое главное, погода успокоилась, а значит, ничего не будет мешать осмотреть спокойно палатку и поговорить о ее достоинствах и недостатках. Начнем издалека, начнем с колышков. Многие ругают эти колышки, что они сделаны из арматуры, что они сильно пачкаются, что тяжелые. На самом деле все это так, но, друзья, палатка весит 25 килограмм. Какие нагрузки на нее приходится, при сильном ветре можете сами себе представить. Я считаю, что колышки справляются с этой сдачей на ура, поэтому у меня к ним претензий никаких нет. Также палатка комплектуется с своеобразными шуруп-кольцами. Здесь видно, что это что-то самопальное, но в принципе в магазине продаются точно такие же. Они хорошо работают в промерзлой земле в межсезонье и, возможно, даже работают на льду. Но главное, что они идут в комплекте. Далее идут стропы 50 метров. Если верить сайту-производителю, в принципе этого хватает, чтобы палатку установить в любом месте и как угодно. Обратите внимание, на стропах мы делаем два узелка, покороче и подлиннее. Так как стропы у нас не являются светоотражающими, то ночью о них вполне себе можно споткнуться. Поэтому мы стараемся в основном ставить палатку на короткие оттяжки. Но если сильный ветер, как вчера, соответственно мы ставим на длинные оттяжки. Стропы крепятся у нас за достаточно сильные петельки. Причем хочу обратить внимание, именно за петельки отдельные усиленные. То есть не за ткань палатки, соответственно здесь ничего не рвется, никаких проблем с этим нет. И никакой дополнительной фурнитуры здесь тоже нет, она здесь не нужна. Каждая петля, будь то на ребрах жесткости или на гранях, она снабжена кармашком для этих самых строп. То есть сматываем стропу в своеобразную бухту и затем убираем это в кармашек. Он здесь на липучке. Мы сразу скажу, что не часто пользуемся этой особенностью палаток, наверное, как и большинство. Так, здесь вот на липучку закрывается, но я думаю эстеты будут в восторге. Обращаю внимание, что на каждой петле у нас есть светоотражающая полоска. При установке палатки вблизи дорог лесных ночью это поможет вам обезопаситься от лихих и зачастую пьяных водителей. Давайте посмотрим на палатку общим планом, что мы здесь видим. Ну, во-первых, палатка купольного типа. Это имеет некоторые преимущества. Если вы живете в ней вдвоем-втроем, при условии именно палатки УП-5, это позволяет лучшим образом организовать внутреннее полезное пространство. Второй достаточно очевидный плюс купольных палаток, она прекрасно держит ветровые нагрузки. Вчера при шквале ветров до 15-20 метров мы даже смогли спокойно в ней поспать. Палатку при этом не кошмарит и вообще в целом внутри ощущается достаточно более спокойно, чем, скажем, снаружи. По всему периметру палатки у нас идет ветрозащитная юбка. Она сделана достаточно добротно за счет прочного материала палатки, за счет того, что здесь уголки в несколько раз загнуты и прошиты. В зимнее время мы позволяем себе некоторые вольности. Дергаем за эту юбку, чтобы освободить палатку от льда. Также дергаем за эти петельки, чтобы достать колышки. В принципе, все наши издевательства, так или иначе, палатка пока, по крайней мере, выдерживает. Идем дальше. Здесь у нас находится окошко. Всего в палатке два окна. Они находятся друг напротив друга. Окна выполнены по типу бойниц. Накидка. Она позволяет окну оставаться вентилируемым и при этом защищает от непосредственно попадания осадков сверху. Здесь есть для этого распорочка. По бокам своеобразные такие штаны, закрывающие дополнительно от осадков. Также за этой накидкой находятся три слоя, дублирующие внешний и наружный слои палатки на молне. И один слой между ними. Это у нас москитная сетка. Бонусом идет пятый слой. Это своеобразное окошко. Оно через год использования уже изрядно потеряло в своей прозрачности. Вот так она накидывается. Я, в общем, так покажу. Но, тем не менее, в зимнее время оно позволяет тепло оставаться внутри и при этом некоторому свету попадать вовнутрь, потому что палатка достаточно темная. Причем она темная не потому, что это ее недостаток, а потому, что это ее особенность. Есть другие палатки у берега в том числе, где специально делаются различные окошки, вырезы и так далее. Здесь, я думаю, это более такой брутальный вариант палатки, поэтому претензии здесь по свету внутри излишни. Также обращаю внимание, что цвет накладки и палатки немножко отличается. Хотя изначально, естественно, у них цвет был одинаковый. Ткань выцветает, но любая абсолютно ткань, абсолютно любая, даже не только у палаток, она выцветает на солнце под ультрафиолетом. Поэтому здесь, опять-таки, никаких претензий нет. Просто имейте в виду, что палатка будет немножко с рыжа со временем. С этой стороны у нас располагается дверной проем. Конкретно на эту сторону мы установили распашную дверь. С той стороны у нас дверной проем закрыт, собственно, на три базовых слоя на молнию. Это дублирующий внешний и внутренний слой палатки и москитная сетка между ними. А в данном случае у нас стоит распашная дверь. Крепится она на липучку. Сразу скажу, что с липучкой у нас появились недостаточно быстрые проблемы. Возможно, свежего пошива и года выпуска палаток этой проблемы уже нет. Но конкретно в нашей, то есть 2020 года выпуска палатки, такая проблема все еще есть. Возможно, за счет достаточно небрежного обращения, скажем, когда мы снимали. Но, с другой стороны, такое обращение само по себе здесь напрашивается, потому что липучка. То есть липучку обычно дергают. Тем не менее, швы разошлись и нам пришлось вручную немножечко подлатывать, скажем, место крепления. Большой проблемы здесь нету, но если завод-производитель смотрит наше видео, то хотелось бы, чтобы липучка была проклеена, либо дополнительно прошита. Сверху над распашной дверью у нас есть такая вот юбочка. Она защищает эту дверь от случайного открытия, держит ее достаточно хорошо, даже в сильный ветер. А также защищает от попадания влаги вовнутрь. Сама дверь достаточно капитальная, то есть она прям внушает доверие. Здесь как-то вот все хорошо так подобрано. То есть длина прутков и размер двери, он прям такой непоколебимый для... Ну, с учетом, что это сделано из ткани. Чтобы не порезаться, здесь у нас плотные полха ткани закрыты. Также это роль дверной ручки выполняет. Двери сделаны достаточно добротно. То есть здесь все прошито в несколько слоев так, что никаких проблем нету. Мы читали в форуме, что у палаток других производителей с этим какие-то проблемы. Здесь люди что-то колхозят. А здесь никаких проблем вообще ни разу не было, хотя дверью мы пользовались многократно. Что многократно? Постоянно мы ее пользуемся. Дверь, между прочим, складывается в обратную сторону и представляет из себя такой небольшой сверху. Что ж, сверток. После пользования распашной дверью все другие палатки, в том числе большие, европейские, дорогие, это просто детский сад. Вы настолько привыкаете спокойно выходить и заходить из палатки, что назад дороги просто нету. Распашная дверь – это просто любовь с первого взгляда. В палатке у нас два входа друг напротив друга. С той стороны находится такой же дверной проем, закрывающийся на три слоя ткани. Кроме того, особенность того входа, что там крепится козырек, то есть некоторая такая маркиза. Особенность этого проема, что здесь крепится тамбур. Здесь идет сплошная молния. С левой стороны у нас идет разделка дымохода. Если вы не используете печку, она закрывается и внутри, и снаружи. Опять-таки здесь есть липучка. Вот у нас стеклоткань. Она сейчас закреплена на застежке. Как я уже говорил, здесь все на застежках. И прикрывается такими штанами. Сама разделка здесь еще не порвалась. Но, в принципе, я думаю, что рано или поздно ее время придет. Все-таки здесь нагрузка большая от температур. И, кроме того, кольцо постоянно идет на излом за счет того, что труба выходит вертикально. А палатка у нас купольная. Под разделкой дымохода у нас идет вентиляционное окошко. Здесь есть распорочка. Собственно, сам козырек. При косом дожде, с учетом, что палатка купольная и находится под наклоном до этой грань, внутрь все равно ничего не попадает. И, соответственно, ваши дрова остаются сухие, которые, собственно, находятся возле печки с внутренней стороны. С этой стороны, обратите внимание, у нас нету молнии для подключения тамбура. Здесь есть специальная застежка для маркизы, чего нету с той стороны. Не обращайте внимания, что я называю маркизу маркизой. На самом деле, это козырек. Так, давайте посмотрим, что он из себя представляет. Что хочется сказать. Так, ну давайте мы его поставим. Сегодня, в отличие от вчерашнего дня, мы можем себе это позволить. Обратите внимание, для стоек козырька есть отдельная сумочка. Причем она еще закрывается так, что стойки из нее не выпадут. В принципе, такая любовь к деталям. И такие приятные мелочи позволяют поддерживать порядок. У самой маркизы здесь есть пазики. Здесь есть специальные крепления из усиленных строп, куда это все крепится. Обратите внимание, эта дверь используется у нас как грань палатки и полноценно оттягивается стропой с таким же кармашком здесь. Итак, козырек установлен. Я думаю, здесь даже комментарии будут излишни. На мой взгляд, он достаточно бесполезный. Он узкий. Не защищает ни от солнца, ни от дождя, ни от ветра. То есть на ветром он просто сложится. Косой дождь спокойно вас будет заливать. Вещи здесь под ним тоже не оставить. Он достаточно узкий. Кроме того, еще и ставится очень низко. То есть я, конечно, понимаю, что здесь должен быть некоторый скат для осадков. Но при такой ширине козырька, мне кажется, насиловать его бесполезно под дождем. Приятно, что он есть в комплекте. Это безусловно. Но также неприятно, что он съедает какую-то часть цены палатки и при этом идет в стандартной комплектации. На мой взгляд, нужно продавать его отдельно. Мы как обычно делаем. Если мы все-таки используем этот козырек, мы его крепим к деревьям повыше. А сюда вешаем грузик, чтобы создавать тот самый скат для осадков. Ну, хотя бы смотрится он симпатично. Поэтому ладно. Про экстерьер поговорили. Давайте зайдем вовнутрь и посмотрим, что у нас внутри. Как я уже говорил, палатка у нас укомплектована мебелью. Сделали мы это по двум причинам. Ну, во-первых, потому что нам нужно было сутки здесь пожить. А во-вторых, чтобы представить масштабы и сколько всего здесь поместится. Как я уже говорил, в купольной палатке достаточно удобно организовывать внутреннее полезное пространство. То есть у нас раскладушки стоят у стенок, у грани палатки. Причем так, что я могу подойти в упор к раскладушке и при этом касаюсь едва ли потолка. То есть мой рост 1,84 метра. То есть другими словами, где я могу ходить, здесь мне ничто не мешает. То есть я могу подойти к столу, могу подойти к печке, могу что-то здесь повешать. И при этом не упираться головой в потолок. Если, например, лечь, отдохнуть, полежать, то никто не будет ходить рядом и постоянно вас задевать, обходить, как, например, в случае с прямоугольными палатками. И самое главное, вам не придется убирать походную мебель в дневное время. В общем, друзья, по эргономике на 2-3 человека это просто идеальная палатка. В верхней части у нас располагается такая полочка, сделанная из паутинки, то есть пропускает свет. Обычно мы эту полку используем для установки датчиков дыма, датчиков угарного газа и освещения. В зимнее время мы здесь также сушим ноутбук или, бывает, тапочки или другие вещи, потому что в этом месте самое сухое и самое теплое место. По периметру полки у нас располагается фурнитура в виде вот таких пластиковых карабинчиков. Такие же карабинчики располагаются по всему периметру на уровне плечей. Они пластиковые, но неудобные, на мой субъективный взгляд. Дело в том, что одной рукой отстегнуть с них что-то достаточно сложно. И также какую-то большую лямку в них загнать достаточно тяжело. То есть это либо крепится ненадежно, либо неудобно. Возможно, завод-изготовитель предполагал, что мы эти язычки отрежем и получатся крючки. Но, на мой взгляд, можно было изначально сделать крючок и, так сказать, не париться, потому что крючки намного удобнее. Мы обычно используем обычные крючочки, которые крепим на эти карабинчики и спокойно теперь вешаем одной рукой и также удобно с них снимаем. Далее у нас идет окошко. Здесь обращаю внимание, что есть тоже застежки, чтобы ничего не болталось. Здесь у нас установлена москитная сетка, есть внутренний слой, соответственно, здесь есть внешний слой и та самая закрывающая накидка. По окошкам скажу, что они сделаны добротно, никаких проблем с ними нет. С этой стороны идет разделка дымохода. Как я и говорил, с внутренней стороны она также закрывается стеклотканью на липучку. Сейчас она зафиксирована на такие же застежки. Здесь есть достаточно непонятная для меня штука. Надеюсь, завод-изготовитель в комментариях сможет ответить. Смотрите, у нас нижняя часть крепится на липучку, а верхняя часть, которая по сути является расходником, потому что кольцо с хомутом, которое здесь прижимают трубу, они рвут эту ткань. Это неизбежно за счет того, что палатка под наклоном, а труба вертикальная, то здесь создается нагрузка. Верхняя часть почему-то намертво пришита. Непонятно почему. На сайте производителя продаются специальные заплатки, которые крепятся на липучку. И несмотря на то, что на сайте почему-то написано, что они крепятся на внешний тент, я думаю, что здесь прекрасно точно так же подойдет и проблема эта решится. Если накладка не решит наших проблем, расскажем об этом в следующих видео. У нас под окошком находится крепление одно из четырех. Крепление под четыре органайзера. В комплекте идет также четыре штуки органайзеров. Два идет в виде глухих кармана на молнии, вот таких, ну или сумочки, если хотите. И два идет многофункциональных. Очень удобная штука. Вся наша мелочевка спокойно помещается в этих карманах. Здесь единственный нюанс, что крепление обычная липучка, поэтому за более чем год использования достаточно сильно уже распушилось. В основном, потому что нам приходится снимать это, когда мы сидим, кушаем, например, или ложимся спать, оно мешает. Почему бы не сделать простую застежку, такую же, как на окнах или поменьше, которая бы просто фиксировала в этом месте органайзер в собранном виде. Если завод-изготовитель будет смотреть это видео, я считаю, это будет просто суперфишка. Здесь у нас находится дверной проем. Можете видеть, как он закрывается. Достаточно крепкая молния, отличные швы, то есть никаких здесь проблем нет. Та дверь закрывается точно так же. Здесь точно такие же петельки. В общем, все полностью то же самое. Так, далее. Говоря еще про верхнюю часть палатки, наверное, обратили внимание, что она достаточно запачкана. В самой палатке наблюдается некоторый дефицит света. Всегда. Ну, кроме, наверное, зимнего времени, когда солнце через ясное небо хорошо ее, в общем-то, наполняет светом. Я не считаю это каким-то минусом. Это, скорее, особенность палатки. Но, говоря про ткань, она, в принципе, помогает дополнительному свету попадать вовнутрь. И, кроме того, она позволяет хорошо свету рассеиваться как раз-таки при использовании палатки зимой. Ночью у нас приходит рано, а свет как раз ставится вверху палатки. Белая ткань достаточно маркая. Я думаю, это очевидно. Но к минусам относить я это не буду. Эта часть попадает аккуратно на землю при сборке палатки. И по-другому, в общем-то, никак не сделать. Обратите внимание, палатку саму кошмарит из-за того, что пристегнута маркиза, то есть козырек. Он бьется о палатку, при том, что у нас ветерок буквально метров пять в секунду, не больше. Давайте поговорим кратко про пол. Он пристегивается здесь полностью по всему периметру, что является огромным плюсом и преимуществом палаток от берега. Пристегиваемый наглухо пол защищает от грызунов, муравьев, пауков, других насекомых, клопов и клещей в том числе. Итак, друзья, мы оказались снаружи. Давайте поговорим о том, стоит ли покупать эту палатку. На мой взгляд, своих денег она полностью стоит. Я сейчас попытаюсь объяснить, почему. Во-первых, приобретая палатку универсальную, вы приобретаете палатку на весь год. Да, конечно, к ней придется, скорее всего, приобрести еще и печку, но тем не менее, одна палатка на весь год. Также стоит отметить достаточно высокое качество изготовления палатки. И берег нам денег не платил, я вам сейчас говорю про наши с Ольгой личные наблюдения за этой палаткой. Здесь все необходимые места, которые нужно усилить, они усилены. Там есть различные треугольнички, двойные швы, какие-то завертыши и так далее, проклейки. То есть сама палатка терпит спокойное издевательство как природы, так и человека и с достоинством выходит из любой ситуации. Кроме того, важно отметить и потребительские качества, то есть какие-то ощущения, которые получаем мы при пользовании этой палатки. Пользоваться ей одно удовольствие. То есть стоит ли говорить про эти кармашки, еще раз, в которые можно положить стропы. Или, например, про достаточно мощные молнии, которые даже замороженные можно дергать, они у вас никогда там не сломаются и не отпадут. Здесь также приятная ровная строчка. В целом конструкция сама надежная. Мы сколько сотен раз ее уже ставили, нигде ткань не протерлась от установочных прутьев. Кроме того, достаточно посмотреть даже на сам баул, в котором палатка поставляется. Там есть отдельные кармашки даже для веревок. Стропы у вас лежат, а они лежат в отдельном кармашке. Также есть отдельная сумочка для установочных прутков для маркизы. То есть тоже к чему бы казалось. Или, например, колышки помещаются в специальный мешочек на застежке, а этот мешочек помещается в специальный усиленный карман из плотной ПВХ ткани, чтобы колышки не порвали вам баул. В целом сам баул даже сделан с таким запасом по размерам, что палатка даже супер мокрая, с налипшим льдом, она спокойно в этот баул поместится, и никаких проблем с этим не будет. То есть если подвести общие итоги, то здесь за эти деньги мы получаем достаточно высокое качество изготовления и материалов, хорошее внимание к деталям. То есть пользоваться палаткой, попросту говоря, очень приятно и удобно. В принципе, выбор покупать или не покупать эту палатку или другую, это всегда дело каждого. Моя мысль была только донести до вас, что вы в принципе можете получить от подобного типа палаток. В данном случае на примере нашей УП-5 от компании Берег. На этом будем прощаться. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, их в комментариях. Постараемся на все ответить. Если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно подписывайтесь. Впереди будут еще обзоры другой нашей экипировки, в том числе тамбура к этой палатке. Там тоже есть нюансы, есть о чем поговорить. Также будут различные походы, фильмы, которые многим нашим зрителям, я уверен, пришлись по вкусу. Или просто поставьте лайк этому видео, нам тоже будет очень приятно. На этом у нас все. С вами был Михаил и оператор Ольга. Всем спасибо. Пока.